Семь возродится, есть здоровое семя. Конечно, кто-то погибнет, кто-то проиграет. Ну а что делать? Война. Такая вот война. Сейчас самая большая война, которая ведется на земле, это генетическая война. Подрыв генотипа человека. Занимается селекцией чистопородных собачек, чистопородных кошек, чистопородных лошадей. А за породой людей как следят? Мультикультурализм. Давайте любить все расы. Все расы одинаковые, желтые могут скрещиваться с белыми, белыми с красными, черные с белыми. Какая разница? Главное, чтобы была любовь. Да? Вот это потеря чистопородности. Потом потеря чистопородности идет за то, что внедряют пищу генетически модифицированную, да? О, ГМО. Это подрывает наш генотип тоже. А как восстановить генотип? Здесь все свое. Погорода. А ты не можешь избежать этого. Сейчас очень много семян огурцов продают ГМО. Помидоров, петрушки уже. Главное, чистота крови. То, что дает свои семена, ты можешь на своем огороде это вырастить. И то, что дает свои семена, то можно кушать. Да, это хороший путь. Но дело в том, что избежать влияния ГМО никто из нас сейчас не сможет. Но есть путь, который восстанавливает наш генотип. Это что? Чистота крови. А дуванчик. Нет. А дуванчик спасет мир. Ты понимаешь? Вот это генетически модифицированные овощи, фрукты нам подсовывают. Они нарушают наш генотип. Но когда мы едим дикие травы, дуванчики, подорожники, лебеду, происходит очень быстрое восстановление нашей генетики. Правильно. Потому что дуванчик, он какой? Чисто породный. Над нем не работали ни селекционеры, ни генетики не портили. Ведь заметьте, все домашние растения это генетические дегенераты. Даже если ты сидишь за семенами своими, да? Свои семена, огурцы, помидоры, что ты видишь? Ты пришел на огород, и вот на огороде у тебя растут огурцы, помидоры, картошка. И растут сорняки. И кто растет круче? Сорняки. О! Сила дикости! Вот ты если будешь есть сорняки, ты будешь сам, дикий. Тебя никто не сломает. А ты сидишь на этих селекционно выведенных дегенератах, даже со своих семян. И ты такой рафинированный, такой хлюпик. И Змеи Горыныча приходят тебя! И по полной. Поэтому, я говорю, травка спасет мир. Переходим на питание одуванчиками, подорожниками, крапива! Цикорий. Да. Цикорий. И самое мощное восстановление человеческой генетики происходит, когда первая пища, которая тебе попала в рот, дикая. То есть, вот ты встал на рассвете, и первое, что ты в рот вообще погружаешь, это кусочек одуванчика, кусочек полыни, кусочек крапивы, или любую дикую траву, или кедровый орех. Все мы знаем, что кедровые орехи тоже дикие, правильно? Их никто не выращивает, они сами выращивают. А мед относится к дикой пище? Нет. Мед диких пчел, но ты ему нигде не дойдешь. Домашние пчелы, это тоже уже генетические мутанты. Вы не продавали, я приехал в этот день. Ну, я говорю, что мед надо есть, современный. Но первое, что попадает в рот, дикое растение, или дикий гриф, или дикий орех. И тогда у тебя на целый день включается вот эта первородная мудрость. Понимаешь? То есть, день начинает идти вот по такому пути, который восстанавливает тебе родовую память. Потому что генетика, это не русское слово. Генетика, наука о наследственности. Иван Старевич даже диссертацию написал по генетике. Разбираюсь в этом хорошо. Но это рептилоидное название. По-русски называется это как? Евгеника. Порода. Евгеника, это тоже латинское слово. Порода. Порода, или дородная, у нас еще говорят, наука дородная. И поэтому чисто породная должны быть не только лошади, но и люди. К тому генетический потенциал наш подрывает прививки. Тоже про это знаете. И опять же, если прививку уже делала ребенка, его только может спасти дикие растения. То есть, если сделали уже случайно прививку, надо еще больше есть одуванчиков, чтобы у тебя там все возродилось. Ну, процесс этот идет очень медленно. А если вот все-таки нам придется уйти, а потом вернуться там, куда мы уйдем, есть одуванчики, но на другую планету. Когда с этой уйдем, уйдем в тот мир, на тот свет. Разберемся с этой вначале. Мы еще пока собираемся здесь победить. Иван Тареевич рассказывает про стратегию победы. Я дам зиму на встречу. Идите сейчас на нашей матушке-земле. Про другие миры будем говорить в отдельной сказке. Здесь вот конкретно Змея Горыныча обложили, которые построили виноводочные магазины, аптеки, фастфуд. Конкретно вот с этими надо разбираться. Косметические фирмы, ну и так далее. Вот. Сходи-ка ты к бабе Яге. Сходи-ка ты к бабе Яге.